Ну, физики важны в этой жизни в физике. Широко известны тонкие и свет-тонкие взаимодействия. Я немножко, видите, забегаю вперед и перескакиваю через тонкие взаимодействия. Тонкие взаимодействия связаны с ученым-экономическим эффектом. Мы этим займемся как раз в учебе. Мы с вами знаем, что это сравнивает уравнение деревья и комплименты эллимпистской квадратной механики. Итак, тонкая структура, тонкие... Слово «тонкие взаимодействия» обычно редко используется. Тонкая структура, обычно говорят, «ай-стракч». Именно так, «ай-пай». В нашем случае тонкая структура «ай-стракч». Итак, тонкая структура, ватрон, связана с ученым эффективным эффектом. Часто говорят, что это спинно-литальное взаимодействие, потому что среди прилетимы спинно-литальное взаимодействие – это лапа. Что-то спинно-литальное взаимодействие. Чтобы немножечко углядеть, для того, чтобы подчеркнуть особо важную роль спинно-литальное взаимодействие, вот я только не пропишу, как мы видим спинно-литальное взаимодействие. Тем более, что можно решать задачи не сильно не для природных взаимодействия вопросов, а если формально к нему. Вот тут, например, оператор. «Ля-да», «Эй», «На-ес». Вот одна из fac-литов спинно-литального взаимодействия, которая определяет тонкую структуру в спектрах атома. Дублики, это вот для случая многоэлектронного атома, скажем. Для отдельного электронного механизма, сейчас я записываю следующим образом. Это A, B, A, S. Ну, я думаю вам, что моментный спиннерный механизм для отдельного электрона очень маленький электронный, а для атома, то есть для электронной системы, больших электронных. Вот две записи стандарта, такие популярные спинно-эвентальные взаимодействия. Одна из главных составляющих электрических эффектов ванна. Ну, не только ванна. Так вот мы через эти тонкие эффекты, через тонкую структуру перескочим и перейдем к сверхтонким взаимодействиям. Что мы понимаем вот сверхтонкими взаимодействиями, кстати, также являются сверхтонкие структуры. Вот если тонкие взаимодействия не говорят, обычно говорят электрические взаимодействия, то в случае сверхтонкие говорят и сверхтонкие структуры, и сверхтонкие взаимодействия. По-английски «харпифайнитарактус». Это тоже очень-то слово популярное. «харпифайнитарактус». И сокращают часто здесь в температуре так, что HI, а в русской температуре сверхтонкие взаимодействия. Здесь STS сокращают. Довольно популярное сокращение в российской температуре. То есть на русском языке. STS – сверхтонкие взаимодействия. STS – сверхтонкие структуры, как уже сокращают STS. Это особенно популярное. Ну, вот если посмотрите на нашу аудиторию, на роботе, много говорите, правда, что на оптолекорта набиратся. Все, конечно, да и более интересна, для кого? Для оптиката. Ну, т.е. кафедра физика, и в серию пасклата, родителям с май оптиката. Ну, а там большая часть не оптики, а ради спекта скепиства. И сверхтонкие, вернее, и сверхтонкие структуры. И сверхтонкие структуры, ваша особенность, ваша тоже. Магнитчики. Магнитчики и техники. Вот, пожалуй, для вот этих трех, значит, специализация – это все очень важные вещи. Важные, непосредственно, в такой работе, конкретной. Ну, а для нас, конечно, тоже очень важно. Чего говорить? Очень популярные такие первые. Ядерный резонанс, ядерный магнитный резонанс, ядерный титутбольный резонанс, датчинный светлый сплава. Во всех этих эффектах, конечно, проявляются сверхтонкие структуры, и сверхтонкие структуры. Ну, а эти методы сегодня не только с ними, не только физики связываются, так, но и каждый человек. Как это называется? Компьютерная демография. Ну, комприкатерная демография. То есть положительность, какая-то фигня такая, в котором у вас, вот это либо рингену светлать, ну, и либо ядерный. МР помогает. МР помогает. МР помогает. В отношении к ядру какими-то, значит, системами, это электроны собственного аппарата, ядерный, или электроны ядера, соседнего аппарата. Либо для того, чтобы внешнее поле, внешнее поле, электрическое или магнитное. Чаще всего, когда мы говорим о внешнем поле, здесь не говорят о сверхтонке взаимодействия. Мы знаем, что, когда лечь идет о ядерном внешнем поле, мы терминологии употребляем в таком случае магнитного поле, например, эффект взаимановских взаимодействий, а в случае электрического поля мы говорим, что штарковский взаимодействий, эффект штарков. Поэтому, когда я имею в виду эффекты внешнего поля, я не имею в виду эффекты внешнего поля. Вот. Ну, мы знаем одно из взаимодействий ядра с окружением, это обычное взаимодействие, его назвать сверхтонким никак нельзя, антрон приводит как раз с эффектом, с эффектом порядка электронных вольт, десятками, сотня, и тысячи электронных вольт, в зависимости от того, каков заряд ядра. Так вот, с сверхтонкими взаимодействиями подразумеваются все взаимодействия, кроме этого, на фоне слова сверхтонки, это, конечно, сильное взаимодействие. Дело в том, что характерный масштаб сверхтонких взаимодействий, это масштаб не электронных вольт, а тысячных и десятитысячных электронных вольт. Вот это типичный масштаб сверхтонких взаимодействий. Ну и что, собственно, сверхтонкие взаимодействия мы тогда включаем? Электрические сверхтонки – это взаимодействие, значит, не заряда, то есть не мутипольного момента нулевого порядка. Зарядный мутипольный момент нулевого порядка. А взаимодействие, связанное с медведианными мутипольными моментами, прежде всего, это, конечно, деятельность. Да почти без исключения. Прежде всего, это взаимодействие квадрокольного момента ядра с внешним по отношению кидрового заряда. Поле. Я в том, что, кроме зариата, ядра имеют квадрокольный момент. Ну, вы из ядерной физики об этом немного знаете. Ядра могут быть сферическим плодом, да, с таким сферическим и заблокным распределением заряда. И в этом случае, кроме зариата, мы еще в этой системе никаких мутипольных моментов иметь не можем. Вот такое ядро. Ну, если вы ядро имеете в форме такой дыни, дыни, ну, это уже анситропное распределение заряда и по системам, но нет, по-другому. Ну, если не дыня, а дыня, скажем, выводы, вытянули, да, ну, может быть, еще с плюсом может быть, ну, разрез вытянули и с плюсом рисует врачей. Значит, подругой момент. Ну, вот в этот случай подругой момент ядер заключается сам подругой момент ядер. Правда, когда я говорю подругой момент. Видите, я перескочил от заряда... заряд – это депольный момент нулевого рампе. Я, он, из-за инжентродинамики рассказываю вещи, да, я перескочил через депольный момент ядра. То есть сначала царь от нулевой мультипольный момент от нулевого ранга. Потом мультипольный момент первого ранга или первого порядка. Подругой момент – это второго порядка. Ну и так далее. Третьего, четвертого, ну третьего вообще. Вот я лично с ним никогда не сталкивался. А вот с мультипольным моментом четвертого, как тупольный момент, это довольно популярная штука, но не в яблоке, но не в яблоке. В яблоке практически, кроме зарядки, может ли делать плодукольный момент. В яблоке яблоке яблоке. Вообще говоря, право, как многие, теория яблоке яблоке – он нулеварен. Но есть теория яблоке, в которой, вообще говоря, предсказывается отличным для тупольных момент яблоке. Я не знаю, по-моему, вам рассказывал, как у нас в Гатчине в Лиафе. В Лиафе. В Лиафе. В Лиафе. То есть, раньше Лиафе, если бы нет петербургских студентов физики, да. Ребята искали, как тупольный момент Лиафе. Ну, там, в Лиафе, в общем, стоит что-то такое. Мощный. Ну, не начали. Вот я вам рассказывал, как я там был. Начали. Вот, приезжаешь, конечно, ну, у из Митера, я так ездил. И там, в интернете стояли. Ну, у меня, в интернете, это вот, социалист, вот это застоя. Это вот первый класс застоя. Сейчас, ну, старая, это была первая, это прежде. Вот, приезжаешь, и там, в интернете стояли, стенды. На дороге. Вот, сейчас, так сказать, постры. Их было, там было написано, что, ну, там, курицы, несушки, там, получше, ну, 300 яиц. Вот, наверное, да. Вот. Ну, конечно, можно дальше делать. Не давать там. И по одному, разве что. Ну, и там молока, да. И дальше, по-моему, следую. Вот. Доведем точности. Обнаружение дипольного метра ядра. Ну, что-то, инсультина на физике. До. Ну, и там, 10 минус какой-то стериль. Меня это очень порадовало. Классно очень. То есть, это, это, как раньше называлось, социалистические обязательства. Все принимали социалистические обязательства. Ну, скажем, в факультетах. Доведем успеваемость. До. У меня же в твоей веганной баллы. Ой. Тут своя санитская балла. Ну, скажем, 65 процентов. 60 это вообще какие-то показатели. Хорошие были в техзоте. Хорошие показатели. Ну, правда, сейчас мы не можем. Уж точно так. Потому что, да. Это тоже социалистические обязательства. Кажется, что Афган занимало социалистические обязательства. Замой палмине социалистические обязательства. Вот, товарищ, Журан, вот это тоже предъем. Но переходящий Крассный recommend, я знаю, почему вам это говорю, ты знаешь, как это как хранится, между прочим. Переходящий Крассный done, их университетское. В чехле, ну, здесь так как мы могли видеть. Ну, вот. Университетский. Вот оно нам попало. Почему? Потому что наш университет стал победителем в университете. И нам учили. Раз ее знали, то банфары, то отцы молодежи, а потом еще красиво было. Потом наша гаврика, где-то там уже в этом месяце занимала, а потом после всего до развала, вот оно и так место началось. И вот такая история. Короче говоря, дипольный мент-гидрат пока не обнаружен. И вот подрубольный момент следующий. Подрубольный момент есть надежность, одобритые свойства. Более того, сейчас можно в кодрицах ядов, то есть справедливых свойствах ядов. Можно приобрести ку в обозначении подрубольного момента игра. Ку. 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 Равняется к тому, к тому, к тому. Каких единиц подрубольного момента имеется? Вы знаете это? Подрубольный момент где-то. Баб. Баб. Возначили бы. Баб. 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 В общем, подрубольный момент имеет размерность такую. Заряд на квадратный дверь. Заряд на квадратный дверь. Вот. И. Заряд на квадратный дверь. Баб. 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 Вот эта вот единичка называется БАДМА. В БАДМА по-другому моменту ядра величиной порядка единички, десятых, сотых, вот такого типа. Это очень удобно в этом смысле. БАДМА. Итак, по-другому моменту ядра мы будем чуть подробнее, по-другому, по-другому, не чуть подробнее. Дальше, вот битный момент ядра. Вот битный момент ядра, ну, во-первых, тесно связан, то есть, собственно, и величина по-другому моменту тоже ядра, тесно связана со спином ядра. То есть, с момента конечного движения ядра. Надо сказать, что ядра же может находиться в разных состояниях, так же, как и, скажем, в электробатоме или целоматом. Раз из своей, знаете, оболоченной модели ядра, оболоченная модель ядра, она ведь очень похожа на оболоченную модель атома. Электроны вращаются, ну, правда, ватные электроны вращаются вокруг ядра, вот, непонятно, вокруг чему вращаются продоны, там, ну, плоды ядре, ну, вокруг некого выделенного центра, выделенного центра ядра. И в оболоченной модели мы пользуемся, в оболоченной модели ядра, мы пользуемся теми же терминами, там, например, S-состояние, V-D-состояние и так далее, спином клона, полумоментальное движение, а вот, не так далее, не так далее. Вот. И ясно, что для разных состояний ядра, вот этот вот момент количества движения, он обычно обозначается боковками, и, ну, или йод режет, вот так вот, ну, я по-немецкому, или йод. Вот чаще всего имеем значение для момента количества движения ядра. Момент количества движения ядра чаще всего называется спинном ядра, независимо от того, какова природа этого момента количества движения. Я однокомню, что этот момент может состоять из вклада капитального, момента количества движений, и спинного момента, по крайней мере, я обучаю это спинная дракость. Спинная дракость может быть 0, я вчера разговаривал по 16 кислорода, самый популярный изоток кислорода, 99 и там 9 десяток. У него момента количества движений ядра, по крайней мере, то есть мы говорим, что это симпичное такое ядро. Ну а у других ядров, для соседей у него, скажем, 17-й форум, в таблице Менделеева рядом, что они стоят. Там момента количества движений ядра не одна, а вторая. Ну или, может быть, единицы, три вторых, пять вторых, семь вторых, девять вторых, то есть известные ядра. Ну, возьмем какое-нибудь ядро, скажем, Индии, 115. Какой-то системы. Там есть Индия, Барин, Медь, Основод. Вот Индия, так называемый Инди-115, Индий. В конце второй основном состоянии. Железо, популярное, очень железо, первое, 57-ое железо. Самый популярный из этого железо, 57-ое железо. Ну, правда, он популярный среди ядращиков, таким избавочным, но на самом деле его концентрация, то есть содержание, естественное содержание, не сто процентов маленькое. На самом деле, для того, чтобы провести какие-то надежные измерения, как из Бааровска или Майеровска на железо, часто обогрещают соответствующий материал 57-ое железо. Вот, там изотопа железо довольно много. И, вообще говоря, этот изотоп так и стоит увеличить, это вполне. То есть, тоже чистый изотоп, тоже очень чистый изотоп. Это обычно, когда речь идет о уже конкретном материале, чаще всего это окисл, железо, то есть фериль. Окисл железный, в широком смысле называется фериль. Вот это может быть там, как гематид, скажем, популярный очень. Теритер на адрете, там, может, фериль. Теритер на адрете, там, обогащет, ель, в основном железо, писаться на область. Повторяется, довольно дорого исходит. Но, довольно-таки, иначе иногда померить сложно. Нужны мощные установки. Например, для того, чтобы померить эквивалент, очень часто нужно много образца, либо много изотопа соответствующих. Ну, иногда это эквивалент, да. Зато помало, чем достаточно. Ну, это проблемы вызывает. Потому что, одно дело, когда мы, так сказать, провести эксперимент на кристаллы, так, когда большой кристалл – это проблема. Ну, хорошо, когда много, может быть, кристаллов. Потому что, вот, порошка носит много. Ну, с порошком будут какие-то проблемы связаны. В порошке, там, тоже у вас порошок, даже маленькие кристаллики, ну, размеры, ну, все, все, как говорят французы, все, сад и пал, все зависит. Ну, по-разному может быть, то есть, порошок. Могут, или, там, мелкие такие микро-кристаллики, или просто кристаллики по кругу, или, так далее. Ну, то есть, у вас уже достаточно разориентирован, так, и провести надежные измерения, вытащить максимум констант, вам не удастся. Животокристаллы. Ну, и повторяю, так, большие. Животокристаллы. Проблем очень много. Дорога, которая занимается исследованием долгих землодействий. Итак, железо. В основном состояние. В момент основного состояния. Одна, вторая. Но, у него, в этого, из-за того, есть и возбужденное состояние. Это, как говорят, ядро месба, оно только ядро, но еще и популярное месба воробское ядро. Месба воробское. А эффект месба вороб на чем работает? Месба воробское спектроскопедо, а надо атомное спектроскопедо, только в ядерном порядке. То есть, фактически, эффект месба воробное связано с облачением и случением, он связан с переходами между основным возбужденным состоянием ядра. Так вот, известный переход в изотопе в 57-м железе. Это переход, наверное, порядка 14-4 десятка километров, а железо, значит, повнощает энергию. Килоэлектроны можно представить, килоэлектроны можно представить, килоэлектроны, с огромной энергией. Ну, вы на лабораториях, где-то, я думаю, сталкивались, там, в Испаковской лаборатории, там, где 57-й кобольт берется, да, 57-й кубр, по гидру, как бы очень похож на 57-й кубр. И поэтому переход в кобольт, опять-таки, он излучает, как раз на энергии, порядка 14-4 десятка электроновольта. Ну, а железо, значит, повнощает энергию. Ну, и вот, используя этот факт, вы берете в кобольт, как излучатель, засовываете свой феррит в установку, ну, и исследователи поддачей, в Испаковской поддачей. И эффекты, тонкие эффекты там, и так далее. Я напомню, что в случае эффекта Испаков, например, где измеряется энергиоперывод, измеряется обычно в миллиметр в секунду, такая популярная точка измерения. Почему? Ну, просто к тому же там суть получения резонанса, то есть, достижения резонанса, реализуется, какие вопросы перемещения, либо излучателя, либо поглотителя железного. Просто вы берете там с разной скоростью, значит, вот их относительно расстояние меняете, ну, и за счет эффекта Доплера вы входите в резонансе. Ну, вы можете себе представить, что, на самом деле, изменения энергии, связанные с перемещениями со скоростью миллиметр в секунду, очень маленькие. Это означает, что эффектный свар позволяет очень точно, точный и точный менее. Между прочим, считается, в природном отношении эффект Бесбара одной из самых-самых точных методик измерения энергии. Правда, относительно, дело в том, что там сама абсолютная величина энергии 14,4 килоэлектроновольт, в результате килоэлектроновольт. Вот, и на фоне этих килоэлектроновольт эффект Бесбара позволяет верить 10-4 килоэлектроновольт. Там, килоэлектроновольт. А килоэлектроновольт 10 в третьем, 10 в четвертом, а тут 10 в минус четвертом. 8 порядков разных. Представляете себе, да? Точность совершенно не внести. Ну, а какая такая относительная точность. Так вот, в возбужденном состоянии там сидит какая-то ситуация. Дальше, что надо сказать, не говоря о моменте правительственного движения энергии. Личина года в более моменты тесно связана с чудной моментой, то есть скидной энергии. Значит, ну, отлично, туда не равно. Только для ягод с моментом количества движений неравен. Не меньше, единичный. И должен быть больше или равен единице. Вот только для таких ягод у вас в момент количества движений по другим моментам неравен. То есть это подругольные, как говорят ягоды, с моментом не меньше единицы. В общем, это связано. вот смотрите, момент 1,2, подругольный, равен 0. Магнитный момент есть, подругольный нет. 16-й кисмород, момент 0. Никого не удалось. Здесь подругольный момент есть. Вспомним аналогию с атомом водорода. С-состояние орбитальный момент равен 0. С-состояние симметричное симметричное. В С-состоянии у атома нет подругольного момента. с точки зрения заряда гостей свободы это просто дорогое распределение. С-свич, если неправильно, затронет. С-симметричное распределение заряда. Хоже, больше не нравится. Ну и все стадии. Но спин одна вторая. Спин непосредственно с распределением заряда не связан. Спин непосредственно с распределением заряда не связан. Он связан только через спинно-литальное взаимодействие с орбитальной степенью свободы. А мультипольный момент вообще может быть связан. Мультипольный момент может быть связан. Например, мы об этом будем позже говорить. Мы будем говорить, что, например, S-электронов только заряд, а B-электронов у B-электронов естественно заряд и другие в другом моменте появляются. У D-электронов есть заряд в другой и в другом моменте появляются. То есть состоятельность орбитальные моменты под личным от нуля могут характеризоваться, общая говоря, мультипольными моментами высокого порядка. я даже правила не к вам вижу, касающиеся орбитальных состояний. Орбитальные состояния Электроны с орбитальным до любого состояния с орбитальным орбитальным может попадать мультипольными моментами, но только четным во-первых порядком. Почему? Мы с вами помним, что с орбитальным моментом связаны определенные черные моменты. Время чёрный момент – чёрное состояние. Ну а чёрное состояние, ясно, что если состояние чёрным является, то ж дипольный момент никак появиться не может в такого состояния. Да, и если состояние нечёрной функцией, то же дипольного момента не будет. Дипольный момент может быть отличие от нуля, только в состоянии, которое не имеет определенной чёрности, и является смесью, ну например, S и P состояния, как в случае, например, гибриды S-P состояния. максимально 0 2 4 до 0 2 4 и 6 ибо что при спине ядра 1 2 то есть эти ядра характеризуется изодробным из определения заряда ну а если больше ну например у динчика понятно что здесь же орбитальный момент начинает с моментом непосредственно это не связано большой момент будет маленький это есть теории те же орбитальные теории можно найти хотя на самом деле сегодня вопрос кого теоретического расчете по другой момент и ядра и я уже скажу что на самом деле это другой момент и не в бою сочетаться потому что при скобочке в кавычках расчете этих из экспериментов используются еще дополнительно расчетные увеличились у меня да справочные значения и дополнительных моментов из года в год могут меняться просто вот точно за счетом этих растет вот эти величины ледяются это вот интересная ситуация кстати вообще надо помнить вот когда писали себе вы экспериментант или вы теоретики в принципе все равно надо всегда помнить что если эксперимент есть эксперимент и то что мы называем результаты вот когда вы видите стрелку это очень хорошей точностью можно назвать длинным следственным экспериментом стрелку да а вот когда вы начинаете писать еще чего-то и так далее то очень часто в результате вы называете экспериментально не явно а это и явно очень часто вы интерпретируете эксперимент в рамках определенной теории например например вот если вы понятие этого в теле энергии ферминин вот и поехали энергии ферминин для альминя такая и такая вот такая и такая вот этот термин энергии ферминин он предполагает определенное описание электронной системы как системы слабо взглядели почти не взглядели действующих электронов ну это в общем откуда известно заранее это неизвестно вот и вот об этом нужно помнить и очень просто почему приводит а приводит таким вот иногда ну я бы сказал ну кризисом нельзя так называть ну кризисом даже и кризисом ситуации то есть тогда когда мы на самом деле качество эксперимента принимаем не то что на самом деле не соответственно данный эксперимент то есть данный самокризис там какой-то вольт-метана и так далее и так далее повторяю обработанные уже часто результаты идут вот особенно теоретика об этом на таком хорошо идем дальше ну теперь некие такие вот уже какие-то формулы более детальные более детальной информации ну давайте с вами так в магнитном начнем значит магнитные моменты я говорю ну первое магнитный момент ядра я заключил так мю-н вот обозначение n нюклес очень часто этой буквы вы отличаете ту или иную величину скажем от электроны и так мю-н магнитный момент ядра как записывается стандартная форма записи то магнитный момент через динамагнитное отношение связано с механическим моментом то есть спина гидра поэтому я здесь пишу так гамма-н на момент 3 гидра гамма-н гиро-магнитное отношение гиро-магнитное отношение вот одна из очень популярных единиц измерения гиро-магнитное отношение гиро-магнитное отношение это гамма-н гамма-н очень часто эти гаммы пишут так вверху указывают массовое число ну например гиро-магнитное отношение втоп нужно отличиться вы в работе рассматриваете резонанс ядерный на диалоге в угол вот иногда так пишут подчеркнули что речь идет о гиро-магнитное отношение и речки измерения странные как немножко речки измерения одна из самых популярных это мегагерц мегагерц на поле магнитное ну более сейчас имеют в Тесла мегагерц ну я по-русски мегагерц на Тесла ну или давай так есть плавно мегагерц на Тесла а кто это дело того что дело в том что если вы включите магнитное поле то в однородном магнитное поле в однородном магнитном поле в магнитный момент ведра как вступать в такие взаимандовские взаимодействия вы запишите В заимандовские это минус мюн на поле вот так в результате вы получите взаимандовские расщепления взаимандовские расщепления я нарисую картинку расщепления вы посмотрите уровень ядра с момента и одна вторая конечно одна вторая единица и так далее вот включаете поле H ну скажем отправьте это поле в ОС и Z лучше сказать по-другому вы видите ОС вдоль поля что тогда у вас получится вот я прямо здесь напишу H взято ОС и Z что у вас произойдет в поле у вас произойдет расщепление заряд под уровнем почему а потому что если поле у меня удовлетворяется и Z тогда все это можно переписать в виде у н через гамма минус гамма н гермогнитное отношение дальше и Z и Z оператор конечно и Z здесь тоже оператор в общем случае написать так на H собственное значение определяется то есть вы берете состояние вида I M то есть характеризуемое моментом ядра и проекцией тогда вы увидите что собственное значение оператора EZ M просто магнитное число тогда у вас энергия взаимодействия E Z она будет M зависит но это не очень просто минус гермогнитное отношение H на M ну и вот вы получите расщепление скажем если I 1 2 вы получите расщепление на 2 вот так селитично расщепиться скажем M вот здесь M плюс 1 2 минус 1 2 а величина расщепления вот она ну легко вы видите величина расщепления что будет равна M меняется от минус 1 2 на 1 на 1 значит гермогнитное отношение на поле вот это вот величина расщепления гермогнитное отношение на поле а вот теперь смотрите ядерный магнитный резонанс это эффект резонанс резонансного поглощения энергии электромагнитного поля при переходе между этими двумя займановскими подорогами вот 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 я здесь редко нарисовал ну я поглощение метро то если я на систему с этими да пускай 3 какой-то 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12 14 15 15 19 А это не такая простая задача вообще. Изменить частоту кванта. Как это все? Тем более, что здесь энергия, вот эти вот энергии. Я уже, к примеру, говорил характерные энергии. Есть минус 4 электроновольта. Вот. Такие энергии, на самом деле, медленнее всего в единицах частоты перехода. А какая частота соответствует таких вот 10 минус 4 электроновольта? Ну, в случае, в случае, порядка десятков мегагерц. Десятков в мегагерц. Это вот типичный гипозон частоты перехода в ядерном магнитном резонансе. А вот в этом гипозоне менять частоту, о, это проблема. Знаете, человек там, вот, ну, примерно, знаете, это всякие там резонаторы, там, да, да, вот. Там трубы всякие используются. Я, вот, ну, я сам об этом разбираюсь. Представляю, какие солны, где, вот, на первом этаже, если, вот, на юганской кроме. Другой. Я с ними вообще, кстати, работаю. Ну, как-то рейден. Ну, прихожу к нему, там, вижу, другое, что-то. В огне это мощно. Ну, как-то, вот, это сразу. Ну, я с этим что-то другое, да, все. У них куча проблем. Поэтому, на самом деле, проще менять не частоту, а поле. Вот это вот поле. Различное рассчитывание менять. И подбирать это поле так, чтобы попасть в резонанс вот с этим электромагнитным полем. Частоту, которое я менять не могу. Как правило. Смотрите, вот, я знаю, спектрометры. Так же, как ЭПЛ спектрометры. Они просто рассчитаны на определенную частоту. Все, там частота фиксирована. Известно, например, ЭПЛ. Там два типа есть спектрометра. Со одной и другой частоты. Там, правда, дегагерцовый диапазон. Дегагерцовый для ЭПЛ. Вот. Вот. Поэтому мы поле меняем. Поэтому здесь часто изображают поле, поле. Вот. При котором вы попадаете в резонанс. Ну, я, в принципе, уже частоту, конечно, менять и респеки. Потому что, возможно, все это повторяется сложнее. Вот. Но, тем не менее, здесь я отказываю интенсивность. 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 Подлощение. Я это написал И. Обычная интенсивность обозначает И. Ну, вот. У меня уже сами, как я видел, написал интенсивность. А дальше, при объемной частоте. В тем же тем, что я частоту выберу. Мюр резонанс. Вот я увижу, какой сигнал подлощения. Вот. Еще раз повторяю. То есть, здесь может отказываться магнитное поле. Это означает, что ваш спектром, значит, на прилетную частоту настроен. Так. Меняя поле, вы попадаете вот в этот резонанс. Тогда поле называют резонанс. В данном случае, я говорю, резонанс. Чувствота. Ну, так вот смотрите. Теперь я величину гамма-н на аж измеряю в частотах мегагерцах. Поле в Тесла. Ясно, что так гермагнитное отношение будет иметь размерность мегагерц на Тесла. Для самого реального еще и неизмерение гермагнитного положения. Какие конкретные величины вот этого отношения гермагнитного в единицах мегагерц на Тесла? Я сказал, что я шара, пасовый шара, занимаюсь этими экспериментаторами. Ребята, в результате физики. Так работаем в скайпе. Режим в Германии. В скайпе, правда, в Германии сидит. Пареньок, да. Профессор скайп-физики нескольких гипернаторов из НГУ. Вот, Андрей. Вот, обменяют там еще в Германии. Вот, а мы с ним еще обменяемся информацией чего-как. Вот, поэтому я вам надо точно не цепь это говорить. Вот точно вам зачем. Это величины порядка, скажем, 10, 10. Ну, порядка 10, очень популярные. Ну, скажем, явно такие популярные. Медь, например, там. Медь, например, кстати. Медь такая очень удобная для большого ядра. У МИИ есть два изодобных. 63-е МИИ и 65-е МИИ. Поскольку, поскольку МИИ, мы вчера уже делимся. Сейчас очень популярные, вообще говоря, такое ион ядро, естественно. Потому что низовая температура, сверхпроводники, а, обейте, вообще говоря, элементы, которые не только в молодых ныне сверхпроводниках, но и в молодых ныне таких соединений, как ватные магнетики, низкоразмерные магнетики, чаще всего это тоже квадратные магнетики, мутифероники, спинтроники и всякие и так далее. Чаще всего это одна из самых популярных. Один из самых популярных ядров, для умения. Ну, пропагандистович. Ну, ядро, естественно, это будет популярно уже эти соединения, если следует методом биомеров, а другого ядра, а другого ядра. Так вот, два изодобных 63-е и 65-е. У них примерно, наверное, по сравнению с примерно одинаково. Но самое плохое, это то, что у них примерно одинаковые герамагнитные отношения и примерно одинаковые в другом моменте. Это что будет означать? Это будет означать, что вот эти вот резонансы, я чувствую, они примерно одинаковые будут. Это будет означать, что линии 63-е и 65-е меди будут накладываться друг на друг, и каждый раз будут смотреть, как они различаются. И больше там есть еще определенные ширина, и они не очень часто, вы получаете вот той или иной меди, и единый меди сигнал, вот, вы даете его как-то там разложить. Это вот такая вот кухня, кухня, я малярщика, я малярщика всякого. То есть эти отношения порядка нестяты. То есть это что значит? Скажем, вы берете один Тесла, один Тесла, что такое вообще говоря? Один Тесла. Один Тесла это 10 кг. Это, между прочим, довольно мощный магнит. Один Тесла, всего один Тесла, довольно мощный магнит. А кстати, один Тесла, поле, а вот, каким он соответствует, это Тесла? Энергией. 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 Ну, если говорить про ГМР, один Тесла, можно посчитать этим энергией. Да? Если гермагнитное отношение, не так, так, это значит будет частота, давать вам на один Тесла, 10 мегагенций. Эти частоты вы можете перевести в энергии. Вот там вы получите те самые 10 минус 4, которые я делал, которые я делал. Но, один Тесл, чаще всего, связывают с энергией не ядерного резонанса, а электронного резонанса, электронного, промагнитного резонанса. А магниты, моменты электроны, они существенно больше в 3 порядка, чем магниты, моменты ядер, я еще об этом буду говорить. В результате, обычно, оценивают на нервы, соответствующую одному Тесла, следующим образом, берут магнитный момент электроны, один магнитод Бора, так, умножают по поле и переводят в это в анометические единицы. Так вот, один Тесла, в этом смысле, примерно, один градус Кельнина. Примерно, один градус Кельнина. Ну, это, кстати, что, что дает вам 1 градус Кельнина? Да, это, мы, кстати, 10 минус 4 электронный уровень. 10 минус 4 электронный уровень. Маленький, на самом деле. даже в масштабе электронный момент, в том случае, ядер, это, еще меньше будет. Но там, правда, обычно поля побольше идут. Там поля бывают, не только внешние, но и внутренние поля, не один Тесла, а бывают там тысячи Теслов, да? такие типичные величины. Идем дальше. Итак, гермагнитное отношение гермагнитное отношение для ядера, я вам еще以前, записываю следующим образом. Водя, нету константу, характерный масштаб измерения гермагнитных отношений, а значит и, вообще, говоря, магнитных моментов ядерных. Ядерный магнитон гора. Ядерный магнитон гора. Вот и так заказывает на детском. вводят величину константу Gn, который называет ядерный G-фактор, ядерный G-фактор, и вводят магнитон Боро-ядерный, бета-н, в обозначении, бета-н. Но магнитон Бороэлектронный, я его напишу рядышком, электронный комедон Боро, это константы, это таблица, я говорю электронный магнитон Боро, БТ, магнитный электронный магнитон Боро, бета-н, бета-н, вот в обозначении Боро, это Е, ну надо тогда, либо вы берете из таблицы Е, там она положительная, либо Е, заряд на 3С, по-моему, это добавляет, ЕH на 2С, Вот эта вот величина, EH на 2МС, носит название магнитона-бороэлектронного. А магнитон-бороядерный, бета-N, он записывается на чем-то так же все. EH, то есть здесь пишется 2M, давайте, чтобы их отличить. Здесь я напишу МЕ, электронная масса, а здесь масса протонная. Все, вот разница. Но, о чем мы так говорим, это масштаб магнитных моментов, гермо-магнитных отношений и магнитных элементов, значит, в ядерах и электронах. Вот это непорядки будут отличаться, но не в пользу ядра. Видите, здесь масса протонная, она примерно 2000 масса электрона. А значит, у вас бета-N, бета-N, это примерно 10 минус 3, бета-N, может, точнее, взять, бета-N. А значит, в магнитные моменты ядер примерно на 10 порядков всегда меньше. Вот этот вот G-фактор ядерный, или, как я говорю, фактор L-D, ядерный, ну, обычно G-фактор, да? G, ну, в отличие от порядка или нечего. Причем это может быть положительное, в отличие отрицательное, в отличие от порядка или нечего. Вот, порядка есть и нечего. Может быть, скажем, пятерная, 0,5-я, вот такая минимальная информация о магнитных моментах. Ну, понятно, что самое главное, чтобы момент был в спиде, да, чтобы отмечено с гулям, чтобы было первое место. Я бы думал, как тебе жизненного опыта его продлить. У тебя на сколько он на полтора часа хватает? На три часа хватает? На три часа хватает? Что это делать? Короче, можно поставить жесткий диск. У тебя жесткий диск там на головку двигается, так? Можно поставить, который как флешка все. Он где-то часом в пять надо будет работать. Ну, я не знаю, я себе попробую поставить. А если как? Берешь, разбираешь его, глупо меняется. Машбой. Ты завтра сможешь видеть такой? Как девочки стоят? Который на флешке. Красивый? Ну, текается, смотри. Даже если некрасивый. Я не знаю, что еще стоят. Какого цвета? Вот такого черного там написано. 40 гигабайт. Как тебе машину? Классно. И сан санне.